Святаго славного и сихвального Великомученика Георгия Победоносца и всех святых помилует и спасет нас. В Георгиевском храме города Видно отметили престольный праздник. Торжественное богослужение было посвящено Дню памяти святого Великомученика Георгия Победоносца. Величие его подвига и величие его страданий, победа духа, который был внутри Георгия над плотью, все это привело к тому, что люди стали называть его Великомученик и Победоносец. Мероприятие продолжилось на ареи славы. По традиции, минуту молчания возвестил главный колокол храма. Цветы к вечному огню возложили глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, депутат Московской областной думы Владимир Жук, ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации и общественных организаций муниципалитета. Далее для гостей мероприятия в трапезной Георгиевского храма был организован праздничный обед. Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть хоть чуть-чуть похожими на вас, потому что вы сегодня, наши дорогие ветераны, вы сегодня образец той стойкости, мужества, братья. Но мы читаем, порой и слезы наворачиваются, а вы сейчас все это просты, и читали о жизни. Миллионы наших воинов погибли на полях сражений, миллионы погибли на захваченных территориях врага. Поэтому для нас это огромная память, и все люди, которые сегодня остались, еще живы, они олицетворяют собой действительно мощь, верность Богу, отвагу. В уютной обстановке за пасхальным столом у ветеранов была прекрасная возможность пообщаться и поделиться воспоминаниями. Живые свидетели тех непростых лет поведали невероятные истории о воинской славе, отваге и доблести. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский рассказал о том, как участвовал в битве за Берлин. Вы знаете, многие наши родовики мечтали, эх, дойдем до Берлина. Вот я нашел, я оставил свою подпись на Рейхстане. Олимпиада Яковлева – бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей. Ей было всего три года, когда началась война. В лагере я была на станции Кантемировка, Воронежская область, Бугучарский район. Ой, сколько бы мы испытались. Я еще, конечно, была маленькой, только помню, что собаки передо мной стояли выше меня ростом. Овчарки вот эти. Преподаватели Видновской детской школы искусств подарили ветеранам небольшой праздничный концерт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова